всем привет сегодня на обзоре вот такие вот наушники гарнитура называется садис с 902 коробочки не идут gaming headset что-то от микрофоне оголовья и пульт управления с коннектором это юсб наушники русского нету но есть вот на английском вот его параметры если кому интересно в общем хочу поделиться и рассказать об этих наушниках поделиться своим мнением и впечатлением от использования вот этой вот гарнитуры это не новая гарнитура относительно старенькая такая но еще в ходе черно-красный цвет вот эти вот красные штучки они светятся когда подключено компьютеру размеры регулируется вот довольно таки просто и довольно таки дешево я бы сказал если рассмотреть вот этот вот получается вот эта штука идет она летая вот этот а вот это уже как бы двигается двигается ну на второй день и использование уже вот как-то она вот беру вот так вот наушники и она вот дрыни вниз как бы немножко падать и приходится постоянно корректировать вручную такие глянцевые танцевые такое исполнение у него амбушюры внутри какая ткань красно-черная прикольно амбушюры мягенькие имеет такой вот овальный вид то есть они не круглые они овальные ухо туда помещается оголовье вот я не знаю что вот это вот оголовье если видно мягенькая и на голове сидит неплохо в принципе ничего не давит на голову на уши не давят нормально приятно как бы вот это какая-то вот такая вот непонятная красная как вставка она довольно таки ее можно вот так вот оттянуть немножко я ее сильно не оттягивая не понять на чем она там держится и как но здесь вот поплотнее будто бы на вот центру здесь как-то держится не знаю вот стараюсь и не теребенеть чтобы не отвалилась еще вдруг голову я сама матовый обычный матовый пластик никакой там софтач ничего вот здесь вот это вот беленькая полоска можно видеть себе настраиваю вот такой вот размер и я вот оттянул получается на максимум ее и сюда проклеил наклеил лекопластырь клейки полосочку и теперь все вот это вот у меня вот так вот держится она не ездит очень-очень-очень туго идет себе один раз настроил размер как неудобно чтобы уши сидели и все и больше эта фигня самопроизвольно не двигается вот такой вот мини колхоз так в принципе она все ездит я бы сказал что вот это вот эта штука а кого я вот этого но настолько дешевые что сами наушники ну я в гривне буду говорить увидел у себя они стоят где-то тысячу трис ну почти 1300 гривен конечно я их купил не за такой бешеный бешеный цен вашему реально вот это оголовье цена которого но я бы дал гривен 200 наверх интересно переводить дешевенькая вот это вот часть на поле сидит удобно мягко ничего не давит лучше ничего не давит на голову одеваешь довольно таки первый раз туговатенько она потом через там дня два-три даже нет недельку использовал они более так вот уже не так сильно давит но сидят хорошо голове хорошо хорошо изолируют и посторонние звуки довольно таки плотно так мне нравится ухо нормально как бы у меня среднее ухо небольшое не маленькое но полностью там помещается и она как бы еще есть запас вход вниз вверх кому-то удобно микрофон у него вот такой вот слышал что довольно таки неплохой моделька написано с этой стороны дырочки если видно закручено все не гибкие я такой вот двигается 120 градусов заявлено вроде как микрофон неплохой но наверное всего скорее благодаря тому что здесь есть как бы встроенная звуковая карта провод общая длина провода 3 метра вот отсюда и вот до вот этого коннектора получается заканчивается начинается он идет такой вот видно сюда в оплетке очень такой мягкий приятный гибкий вообще класс а потом дальше идет такой вот про где-то здесь здесь он идет метровый примерно вот отсюда где-то метр идет дальше идет двухметровый тоже ну тоже в оплетке такой же толщины но он такой жесткий такой вот не сгибаемый не очень приятный если не следите за этим проводом перепутаться перекрутиться и вот эта вся плотка пойдет закручиваться если не следить за этим проводом такой вот коннектор usb подключается я не знаю то ли то ли вот он здесь это звуковой звуковой чит находится плюс-минус звук когда выключаем получается звук вот так плавно впереди плавно выключается затихает микрофон включить выключить плюс-минус звук добавить чтобы звук ушел быстрее нужно там зажать примерно через секунду начинает ну такое себе я думал это будет намного удобнее но как бы не все так удобно как колесико может я просто еще не привык вот я сейчас подключу в powerbank просто продемонстрировать что светится светится также и ну если вообще темно то там будет видно что свет светится через дырочки подсветка красная ну прикольного вид вид у них довольно таки неплохой интересный как бы брал соотношение цена-качество звук ну конечно цену какую-то какую-то за них ломит нереально я купил даже я бы сказал бы так по дешевке ну реально там не за 1300 нереально столько не стоит ни по звуку не по качеству не по сборке на 1300 гривен но они вообще никак не тянут брал как бюджетные взамену старых своих которых я уже реанимировал сотню раз поэтому все таки решил купить такие вот есть свои плюсы минусы то есть я сказал что вот эта вот конструкция на ездит вот здесь вот она летая вместе с этим если отломается здесь то это уже все либо колхозить либо выкидывать если желательно не ронять микрофон пока так особо не пользовался я думаю мы проведем тесты я поговорю у него чего-то там мы послушаем как он звучит вот когда ты нажимаешь на блокировку ну сейчас по всей видимости вот пауэрбанка поэтому эта штука не светится когда нажимаешь микрофон выключаешь на светится красный светится прикольно симпатично микрофон вроде у них у этих наушников неплохой как я сказал благодаря внешне же встроенным звуком ну это не звуковая карты не знаю на либо здесь либо она может быть вот здесь либо ее часть здесь часть вот здесь по скриншотам это плата наверно там ну как бы контроллер и звуковой чип с драйверами нужно драйвера устанавливать чтобы ну как можно так подключить они так будут работать но чтобы там весь функционал был потом разберем драйвера и все остальное ну такие выглядят неплохо но ту цену за которую они просят и цена может быть разные там на алиэкспресс я смотрел на другая где-то меньше где-то больше чем это все отличается я не понимаю потому что цена может варьироваться но реально от 700 где-то гривен до 1300 я не понимаю в чем разница если они тупо одинаковые филитовое кольцо не знаю в принципе это не понятно так ну в принципе я вроде как рассказал показал все все об этих наушниках не наверно приступим к изучению драйвера и как они я расскажу какой у них звук как они звучат по сравнению с моими будут отталкиваться от своих старых наушников дешевых но звук них был очень хороший микрофончик там тоже был такой гибкий но такой микрофон шумел конечно же отключался в обычный джек 35 по моему обычный стандартный разъем нею не юсби расскажу впечатление какое какое качество микрофона качество звука в них и там как бы тоже есть свои плюсы и минусы ну такой в общем на приступим к изучению драйвера и звука итак продолжаем рассматривать наушники гарнитуру садес са 902 gaming headset значит перейдем к самому драйверу значит с левой стороны это драйвер моих обычных наушников а это я установил драйвер вот он иконочка ярлычок это я установил именно вот этот вот драйвер который шел вместе с наушниками но я устанавливал его не с диска а уже со скаченных драйверов сидером как бы не подключен уже не стал с этим возиться и установил драйвер скачала и установил не помню про где его скачивал но значит рассмотрим что мы тут имеем сейчас я пишу на микрофон именно этих наушников у меня сзади стоит системный блок у меня отключены практически все кулера ну кроме процессорного чтобы они не было какого-то постороннего шума но все-таки старый жесткий диск на настолько вот он дребезжит что можно возможно будет его слышно звук я делаю этот без обработки и вы услышите как звучит микрофон вот именно вот этих вот наушников которые мы сейчас рассматриваем так заранее как бы извиняюсь за свой голос где-то вы будете слышать может быть плямканье какой-то какие-то вот такие звуки микрофон очень чувствительный он улавливает вот эти вот фоновые такие вот звуки и поэтому вот это вот все такое плямканье такой вот она микрофон то обычный не какой-то студийный понимаете как бы да вот поэтому как бы ну заранее извините уж так так вот она получается значит что мы видим значит если мы нажмем на правую кнопку мыши здесь есть несколько под вот таких вот разделов и мы сейчас рассмотрим их всех по по отдельности значит здесь мы видим вот это вот такой вот панельку которую показано что подключены и включены какие-то функции вот 48 герц я поставил или как-то там она килогерц и я не знаю здесь есть такая ну здесь вот регулятор громкости наушников здесь значит мы переключаемся между профилями можно создать и вот свой отдельный профиль можно какой-то профиль удалить профиль hi-fi значит это как бы типа все по умолчанию я так понял профиль режим фильма это вообще какой-то ужас там жесткое эхо музыкальный режим тоже там жесткое эхо просто это можно сразу удалить два этих бесполезных профиля значит вот этих два профиля я сам создавал норм нормал 2 я его назвал ну и среда плюс а это уже если вы что-то делаете там вручную то как бы это уже ручной режим ну давайте рассмотрим значит вот этот вот что у нас здесь имеется регулятор громкости все понятно здесь как бы общий звук на вот мы видим до ползунки все ездят можно отдельно левый правый настраивать ну как бы для отдельных для уха я не знаю зачем это нужно чистоту звучание в наушниках то что мы слышим там фильмы музыку вот здесь можно переключить конечно же 48 намного лучше чем 44 и 1 ну как бы разница есть но она не очень большая если мы переключаемся во время ну там прослушивание музыки или видео на ютюбе то звук может пропасть и нужно будет то ли обновить страницу то ли перезагрузить браузер вообще в общем как бы переключать во время прослушки лучше не стоит значит понятно частота все просто эквалайзер здесь мы можем настроить как будет как мы будем слышать звук ну я думаю и так все понятно какие-то частоты мы можем добавить какие-то уменьшить вот у меня здесь есть пресеты так сказать вот вот такой есть пресет есть вот такой пресет они отличаются тем что здесь более как бы больше басов но вы не на записи это не слышно здесь как бы басов чуть меньше ну и звук вот этот вот эти частоты они чуть ниже то есть в разных ситуациях можно слышать как бы ну настраивать звук чисто конкретно под разные там не зная разных фильмы под мультики или ну где-то может если звук не соответствует не не сильно приятен то это эквалайзера можно выровнять его например мои старые наушники в них звучание совсем другое если по умолчанию брать в сравнении с этими наушниками здесь звук совсем другой по умолчанию вот именно по сравнению с моими старыми наушники он какой-то такой вот конкретно отличается и мне не очень честно говоря приятно хоть он и более качественным звук в наушниках он более такой вот улавливает вот эти вот там лево-право звук там где-то вот и 7.1 оно такое программное не сильно такое значимое но что-то там вот оно но это скорее затычка чем что-то вот сказать что 7.1 нет обычная стерео но более как бы качественный звук в этих наушниках но именно по звучанию частоты здесь завалены как мне кажется я не сильно разбираюсь но наверное высокие или низкие частоты не знаю низкие это которые я немножко их путаю но в общем какие-то частоты завалены по сравнению с моими стандартными наушниками которые подключаются через обычный джек 35 здесь звук другой он не по умолчанию не очень приятно поэтому я его выровнял вот эквалайзером довод примерного звучания моих стандартных наушников выровнять можно если как бы это не очень но если вы привыкли к своим старым наушникам например не знаю я вот по умолчанию в этих наушниках просто звук он сильно отличается какой-то более что ли баночный как-то вот одна из частот завалены и поэтому звучание такое ну ладно давайте значит эффекты среды идем дальше здесь мы значит вот у меня два профиля один вот получается такой вот без среды а другой со средой иначе по эквалайзер у меня чуть вот это вот ниже и меньше басов но как бы вот между ними я переключаюсь есть разница выставляю вот такое вот значение вот это вот получается что из этого можно услышать здесь как будто бы такой идет звук более ну как бы комнатно как в пустой комнате и отдается эхо здесь звук точно как как и это только немножко эхо больше и здесь естественно эхо еще больше но оно такое как бы если где-то менять музыку слушать то это в принципе ну как бы влияет на звучание переключением всеми между вот этими профилями звука все она сильно отдает эхо все просто ужасно самая такая нормальная настройка это палата обитая войлоком она как бы заглушает вот этот вот звук который отдает как бы эхом если вот ну и вот как бы разница есть небольшая я использую сочетанием с эквалайзером например вот вот такое вот и например вот эффекты среды ставлю вот так обитая войлоком ставлю на середине звук немножко меняется он более как бы чуть-чуть слегка отдает эхом но не сильно это практически не слышно но в принципе разница есть поэтому как бы ну в общем настраиваю под свое ухо и так мне удобно значит 71 virtual speaker shifter здесь включается программная 71 как бы ничего в принципе она как бы не 71 я бы сказал это настройка увеличения громкости если мы там например если прибавим то в реальности мы будем слышать как звук прибавляется как бы звук просто бустится то есть нету какого-то прям такого эффекта 71 ну чё-то там чё-то там немножко она дает но настолько вот оно худое что я бы сказал это просто буст увеличение громкости например наушники очень сильно громкие если в них что-то слышать по умолчанию выставить на сто процентов здесь выставить на сто процентов здесь и включить например на ютюбе какое-нибудь видео на сто процентов то можно будет просто оглохнуть поэтому я вот выбираю себе например вставлю вот так вот ставлю громкость где-то на 50 на 30 50-30 уровень вот и на ютюбе уже включаю где-то на половинку и мне довольно таки громко слышно в них просто можно оглохнуть и потечет я не знаю суши и кровь просто если все выкрутить на максимум вот поэтому как-то вот ну вот это вот что это дает мы там можем покрутить звук и он как бы точка звука будет переходить например слева направо вот она просто плавающего нет такого там как бы типа прям вот 71 вот как бы просто увеличение уменьшение запас громкости будем так говорить и какой-то там мизерное вот придает немножко звучание такое ну лучше лучше значит вот это вот настройка это я даже не знаю что это включение основного смещения не знаю будет ли это слышно или не слышно я в это практически не лазил по моему это тон компенсации мне кажется вот мой голос должен меняться в зависимости от этого вот выключить затухание затухание это будет мой голос изначально громче ниже я думаю вам слышно как-то знаю как это все будет звучать выключу его возможно на записи это будет слышно но я им практически не пользуюсь так и ну вот это вот включить xer surround max ну когда я не знаю будет ли это слышно на запись когда его включаешь а но как бы ну это тоже бустит громкости ты речь немножко слышишь звук не всегда он самый приятный не например не всегда смотреть приятно если их ну там кого-то ютюбера у всех голоса разные микрофоны разные ну и где-то можно в принципе выровнять вот этой вот штукой она такая себе я бы ее бы не включал честно говоря без нее звук более естественный с ней звук какой-то более резкий и что ли вот придает где-то какие-то частоты немножко выше что вот как-то вот не знаю ну такое себе затычка тоже я ее практически не использую ну так по звуку значит в принципе здесь все ну понятно эквалайзер можно настроить себе разные профиля профиль 0 это я сам себе настраивал то есть когда кабну по умолчанию все выключено для сравнения ну так normal это самый мой первый профиль 2 если я подобрал уже звук более как чтобы получше звучал ну и третий уже там вот немножко другой здесь просто вводим название профиля ну выставляем ползунки как нам лучше слышно было название профиля сохранить и все профиль остается вот здесь ну это уже как бы здесь можно выбрать они ужасные честно говоря все эти ставлю ставлю вот так поставлю пусть будет так по микрофону регулятор громкости это уровень записи микрофона громкости то есть я думаю что сейчас слышно как звук как звук возрастает я думаю это слышно это регулятор как мы будем себя слышать будем ли мы себя слышать в наушниках немного вот на сто процентов выключена вам я думаю не слышно это мне в наушниках слышно как я говорю ну немножко такое смешанное ощущение я его принципе выключаю уровень записи на 100 частота микрофона записи тоже она влияет здесь чуть-чуть хуже здесь чуть-чуть лучше более такой вот качественный звук во время записи не стоит переключать поскольку звук вообще пропадет так дальше ну дальше вот это вот я не знаю даже включать ли его не включать ладно включу это по моему мы будем слышать их это никакое не акустическое подавление эхо этом эхо по умолчанию буду сейчас эхо на среднем уровне сейчас эхо вообще наверно там голосит ужасно и эхо вот все меньше меньше но она все-таки будет присутствовать если его включить сейчас эхо полностью выключено значит волшебный голос я думаю ну вы понимаете что это синтезирует определенный голос как бы вот да девчачий голос такой вот типа мужской голос утка и динозавр это все на запись будет слышно и да как бы ему ну такое себе в принципе да да вот дальше идет усиление микрофона ну это как бы придает чувствительности микрофону как вот вы обычно добавляете децибел микрофону там больше меньше вот она автоматически его добавляет сейчас я его включу вот звук намного я думаю стал громче можно даже будет послушать сейчас я помолчу три секунды и попробую его вот она включена потом выключить выпал будете слушать есть шум или нету шума так я помолчал примерно где-то 10 и 5 секунд включенным 5 секунд с выключенным значит я думаю мой жесткий диск на фоне сзади вы тоже слышали и я думаю слышали звук микрофона ну вот интересно вот он шумит дает он шумы или не дает шумы ну такую вот наводку как вот при обычном очень дешевом микрофоне когда мы записываем звук и сразу такой шум идет наводящий такой вот который через редактор потом в принципе можно его уменьшить но в как я пытался прослушать этот микрофон на к сожалению сзади у меня этот жесткий диск тарахтит не сильно слышно но я понял может и вы слышали что что все-таки небольшой шум наводящий вот этого вот микрофона все-таки есть нету такого вот прям чистого звука который без шумов без вот этих вот наводящих шумов посторонних которые обычно создаются обычными микрофонами при обычных использования 3.5 джека вот поэтому этот микрофон все-таки дает ну приемлемый уровень шума можно даже без редактора обойтись и но в принципе все таки я бы стал использовать редактор значит так в принципе мы посмотрели все hi-fi это как бы стандартный режим частоты все вот эти вот мы посмотрели микрофон посмотрели значит сейчас я попробую переключиться на стандартный драйвер и поговорить в обычный микрофон в мой старый мою старую гарнитуру и вы будете слышать сравнение звука вот этих вот микрофонов обычный вот этот вот юсбишный через вот это вот якобы и звуковую карту тут встроенный какой-то звуковой чип который вот делает все звук и микрофон немного лучше и обычный 3.5 джек через обычное гнездо материнской платы так сейчас я переключусь и мы посмотри послушаем качество звука и так я переключился на старую гарнитуру и сейчас мы послушаем у меня уже слышно как я говорю в старый микрофон как он возможно шумит сзади можно услышать я думаю как шумит сейчас полностью мой компьютер звук с 10 децибел по стандартному и если я что-то записываю то есть и сейчас я она помолчу секунд 5 чтобы шум и явно были слышны и так я примерно 5 секунд помолчал я думаю этого достаточно чтобы ухом своим услышать разницу в этих микрофонах к сожалению при первой попытке записи у меня что-то пошло не так несмотря на то что наушники вот эти вот были отключены и микрофон как бы и наушники были переключены сюда но почему-то звук шел запись шла с этого микрофона я не могу понять почему так вышло мне пришлось просто вытащить эти наушники вот эти вот чтобы звук уже шел непосредственно запись со старой гарнитуры так сейчас переключусь уже на новую гарнитуру и так я переключился на снова на сад из с 902 и я думаю опять же слышно как звучит этот микрофон как голос если шумы или нет шумов также сейчас помолчу 5 секунд снова так 5 секунд примерно я помолчал думаю этого хватит еще раз для сравнения а на этом буду заканчивать такой вот обзор это был как мне кажется детальный до затянутый длинный но я хотел разобрать полностью чтобы если кто-то будет приобретать себе данную гарнитуру больше понимал вот эти вот все тонкости со звуком что звук в этих наушниках совсем другой можно если не так уже он приятен можно выровнять его частотами немножко и намного лучше будет приятнее по крайней мере моему уху привыкшему к старым наушникам значит что еще могу сказать что если вы естественно подключаете данную гарнитуру то у вас полностью отключается вот этот вот стандартный драйвер ваших вашей звуковой встроенной карты то есть можно задать снова по умолчанию вот это вот все это выключится переключиться на вот этот вот микрофон во время записи этого не стоит делать потому что может пропасть вообще полностью звук вот и естественно очень неудобно что вот это вот все выключается и работать например со стерео микшером практически невозможно то есть игры все будет записываться звук будет записываться но если что-то вот такое вот другое делать вот с эти с этой гарнитурой вот с этой гарнитурой то например здесь нету стерео микшера как его настроить то есть какие-то вот такие есть тонкости заморочки это создает конечно же неудобства мне например чтобы записать примеру вот у меня есть нейро wave editor это эдитер со старого со старой нейро например здесь я могу записать какой-нибудь звук со стерео микшера и этот звук если я включу какую-то музыку возможно он был мне будет слышен то есть но сейчас даже может быть я попробую сейчас я включил музыку но наверное всего по полоскам я вот я говорю полоски двигаются а вот музыка играет я молчу музыки всего скорее не слышно то есть на запись это музыка всего скорее не попадет точно не знаю но я не вижу чтобы ползунки двигались поэтому как бы сторонний какой-то звук который не идет микрофон уже записан всего скорее не будет и нужно как-то и то ли переключаться на старую гарнитуру наушники и делать то что там вам надо сделать или как-то я не знаки то дополнительные переходники звуковые карты еще раз вот вот есть как бы такое вот небольшое неудобство да и полностью микрофон вот это он не блокирует полностью шуму как я понял такого конкретного шумоподавления здесь нету но на приемлемом уровне все это звучит и довольно таки неплохо вот ну наверное на этом буду заканчивать если есть какие-то вопросы вы смотрели это все до конца то пишите я постараюсь на них ответить а пока всем пока